Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кто-то или что-то тебя ищет И я в это дело встаревать не буду Только не испытывай судьбу Если белые мантии тебя тут найдут Будут проблемы Вот тебе хороший совет Найди себе приличное оружие Без этого тут никуда Возможно тут что-нибудь найдется Поищи и возвращайся Когда что-нибудь найдешь Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я нашел меч Отлично Надеюсь, ты знаешь, как его использовать Что ты можешь мне про это место рассказать? А что ты хочешь знать? Я тут, похоже, застрял основательно Где тут можно едой или деньжатами разжиться? Здесь тебе ничего не обломится Я сюда попросился только ради того, чтобы за бурями наблюдать Просто невероятно Просто невероятно они тут Особенно, когда мимо проходят Пару недель назад Я бы тебя прямо в Харбор Таун отправил Но уже не пойдет Почему нет? Там кругом инквизиция Защищает Защищает эти развалины Да набирает рекрутов Для этого чертового культа белых мантий в монастыре Я лично на стороне Дона Мы тут единственные Кто сохранил свободу Жить приходится в лагере посреди болота Но это все-таки свобода Я бы на твоем месте двинулся в болото Попробовал бы уговорить Дона взять тебя к нам Ну или в Харбор Таун заглянул бы Только от монастыря Держись подальше Безопасно ли в Харбор Тауне? Чем там занимается инквизиция? Да ничем пока что Там даже есть пара парней из наших Вероятно, они и смогут тебе помочь А вся эта банда в белом Тебе особых проблем доставить не должно Могу показать дорогу Только поверь мне В нашем лагере тебе будет лучше Ты упомянул какой-то монастырь Это что такое? Это место, где ты в жизни не захочешь оказаться Там инквизиция тренирует новобранцев Мозги им промывает Даже не думай туда соваться Что мне может предложить Дон? Мясо, пиво, работу Может даже тренировать тебя будут Меч у тебя есть в конце концов В монастыре тебе смогут предложить В лучшем случае посох Это же просто большая палка Даже не оружие Можешь показать путь в Харбор Таун? Конечно Следуй за мной Чего ты ждешь? Видишь ферму там в долине? Вижу Там работают слуги инквизиции Их называют послушники Это ученики магов из монастыря Пообщайся с ними Они помогут тебе добраться до Харбор Тауна Только постарайся не стать одним из них Если они тебя сцапают Путь в лагерь Дона тебе будет заказан Спасибо Дальше я сам разберусь Я в тебе не сомневаюсь Удачи Увидимся еще Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать, чужеземец Что привело тебя на наш несчастный остров? Прибой Я выжил в кораблекрушении Что ж Не знаю даже Можно ли назвать это везением Но должен предупредить тебя Что здесь нельзя ходить Я-то не возражаю Но воины ордена Куда менее снисходительны Кто ты? Меня зовут Тристан Я начинающий маг Я приглядываю за этим местом По приказу круга магов Что это за место? Простая ферма Теперь она под управлением инквизиции Мы обрабатываем землю И заботимся о животных Наша работа гарантирует благополучие ордена И людей инквизитора Мендосы Какое отношение маги имеют к инквизиции? Круг магов долгое время находился здесь В монастыре У подножия большого вулкана До того, как темная волна накрыла землю И из-под земли взошли эти руины Это было место обретения знаний и веры И теперь инквизитор ищет способ справиться с этой тьмой Нам очень повезло, что он нашел нас в час нужды Теперь монастырь служит не только домом для магов Но и тренировочным лагерем для рекрутов инквизиции Ясно Может, вы на ферме еще и торгуете? Торгуем? С кем? Не считая бандитов Эстебана, поблизости никого нет А что насчет меня? Будешь торговать со мной? У меня мало что есть, но я с удовольствием тебе все покажу Как думаешь, что мне делать дальше? Но я бы не советовал тебе бродить вокруг в одиночку Это кратчайший путь к следующей жизни Возможно, разумнее всего было бы пройти курс обучения у воинов ордена И стать рекрутом Тренировки с боевым посохом и основы магии никому не помешают Если ты не боец, то можешь поработать на торговцев в городе Только осторожно, не попадись разбойникам Дона А может, тебя интересует высшая магия, которую изучают послушники? В таком случае тебе следует явиться в монастырь, не попавшись воином ордена Может быть, в городе кто-нибудь поможет тебе? Выбор за тобой В любом случае, членов каждой из групп ты найдешь в Харбортауне Они могут рассказать тебе больше Будь я на твоем месте, я бы отправился туда Как вы попадаете в Харбортаун? Закон инквизитора гласит, что никто не должен находиться вне города без разрешения Главные ворота охраняют воины ордена Нельзя просто так гулять Вы, послушники, должны знать другие способы попасть в город Хм, ну да Есть способ, но это нелегко На севере, в Харбортауне, есть задние ворота Насколько я знаю, их охраняет обычная городская стража Ты можешь попробовать убедить их впустить тебя? Мне пришлось оставить женщину в доме у берега Она тоже выжила в крушении Правда? Где именно? В долине, к юго-западу отсюда Там очень опасно Я позабочусь о ней, как только появится возможность Я ищу работу Что ж, работы у нас на ферме более чем достаточно Отправляйся к моим братьям И пусть они дадут тебе задание Мы не богаты, но по-прежнему ценим честную работу Девушки отдыхают В Харборта Ты с ума сошел? Прогуливаться тут вот так. Как ты думаешь, что случится, если тебя поймает Инквизиция? А? Сам их позовешь? Слушай, я тебя не выдам. Но воины Ордена часто заходят сюда, чтобы проверить, как идут дела. Так что просто предупреждаю, будь осторожнее. Что ты делаешь? Я обрабатываю свое поле. Твое поле? Да, вот это мое. А то, которое через дорогу, поле Теллура. Он, конечно, сделал больше меня, как всегда. Понятия не имею, как ему это удается. Он уже собрал весь урожай и сложил в амбар. А вот я боюсь, что не успею вовремя. Не могу отличить созревшие растения от незрелых. Они все мне кажутся одинаковыми. Тебе нужна помощь? Ты серьезно? Что ж, я отказываться не стану. И что я получу, если ты не откажешься? Ну, я послушник. И у меня почти ничего нет. Но если ты соберешь растения и принесешь их мне, я дам тебе целебное снадобье. Что скажешь? Идет. Я принесу тебе созревшие растения. Отлично. Тогда я смогу начать обучение магии, пока тут все не развалилось к чертям. Просто найди созревшие растения на моем поле. Ладно? Десять, думаю, достаточно. Принеси их сюда, хорошо? Принеси их сюда. Принеси их сюда. Вот тебе десять созревших растений. Спасибо. Если бы не ты, у меня были бы страшные неприятности. Вот твое целебное снадобье. И часто сюда заглядывают эти воины Ордена? Инквизитор посылает сюда одного воина каждые два дня. Они любят держать руку на пульсе. Он забирает наш урожай и мясо. И отвозит все в монастырь. А уж там они обжираются нашей едой. На твоем месте я бы спрятался, когда он появится. Спасибо за предупреждение. Смотри, куда идешь. Здесь растет хлеб. Скоро твой хлеб будет собран. Кто это говорит? О, это должно быть Томас. Я прав. Ему следовало бы работать, вместо того, чтобы болтать с заезжими. Мое поле вдвое больше его. И возделывание этого участка занимает у меня в два раза меньше времени, чем у него. Сам ленится, а делает вид, что из сил выбивается этот Томас. Нужна помощь? Нет, спасибо. Хотя с твоей помощью я бы давно управился. В любом случае, спасибо. Как там дела? Не особенно. Никто не хочет застрять, черт знает где. Ты из тех, кто идет по жизни смеясь, да? Будешь продолжать смеяться, если стая голодных волков начнет на всех подряд набрасываться? Когда-то у меня было шесть свиней. Посмотри, что осталось. Голодные волки? Нет, ничего лучше. С твоей стороны благородно предложить мне помощь. Но вынужден тебя предупредить. Эти твари сюда уже несколько дней не заглядывали. Думаю, они серьезно проголодались. И крайне опасны. Есть хорошие новости? Ну, они волки. Мечей у них нет. Если ты не вернешься через пару дней, это будет значить, что ты стал чьим-то обедом. Здорово. Откуда эти волки? К северу отсюда есть небольшая пещера. Я сам туда не ходил, но готов спорить, что их пещера именно там. Неужели никто тут не может защитить тебя и твоих животных? Ну, воинов Инквизиции больше волнует золото из развалин храмов, чем помощь послушникам. Мы тут одни-одинешеньки. В лучшем случае. В худшем — наедине с волками. И это не мешает Инквизиции приходить сюда и требовать дань. Не хочу жаловаться. Я сделал свой выбор, но иногда это просто невыносимо. Воины Ордена тебя используют? Ну, прямо так сказать нельзя. Маги подчиняются закону Инквизитора. Ну, знаешь, у нас у всех общая вера. Но маги требуют, чтобы послушники держали нейтралитет. Поэтому я и не беспокоюсь насчет Дона и его людей. Они знают, мы им ничего не сделаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он заговорит тебя до смерти. Засунули его в монастырь, просто запихали его туда. С тех пор он изменился, стал совсем другим. Всегда одно и то же. Земля раскололась пополам, просто раскрошилась на части. Руины чертовски опасные. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Это огромный червь. Там, на западе. Но он чертовски большой. Мне понадобится помощь, чтобы справиться с ним. Я здесь недавно. Меня вынесло приливом. Можешь рассказать подробнее об этих местах? А, понимаю. Тогда вот несколько вещей, которые тебе надо знать. Вся территория болота, отсюда и до храма на севере, в виденье Дона Эстебана, нашего главаря. На твоем месте я бы не стал с ним связываться. На него работают несколько бойцов, которым свернуть тебе челюсть так же легко, как просто посмотреть на тебя. Что ты можешь рассказать мне о храме? Он поднялся из-под земли, когда начались бури. И все эти чудовища появились оттуда. Никогда раньше таких не видели. Они не поддаются описанию. Наши бойцы быстро с ними разобрались. Сомневаюсь, что там еще есть что живое. Но если не считать Дона, он теперь переехал в храм. Он нам редко показывается. Никто по-настоящему не знает, чем он там занимается. Себе я сказал, охоться, убивай и не задавай лишних вопросов. Так ты не всегда жил на болотах? Нет, весь Харбортаун был наш, пока не появилась инквизиция. Вся эта их магия и мантии и прочие штуки. Они выжили нас оттуда. Между нами говоря, Дон получил удар по самолюбию. С тех пор он сильно изменился. Большинство людей терпеть не могут это место. Но мне нравится свежий воздух, новая добыча на охоте. Всегда чувствовал себя в городе, как в заперти. Что за могильные черви? Их невозможно описать. Они неописуемые. Они похожи на гигантских, могильных червей. Можешь спросить у Рикарда в лагере. Что еще ты знаешь об инквизиции? То же, что и все. К ним лучше не приближаться. А то упекут в монастырь. У них с головой не все в порядке. Думаю, с ними там что-то плохое делают. В общем, я стараюсь держаться от них подальше. И тебе советую. Так чем твой хозяин занимается в храме? Я точно не могу сказать. Но на золоте он сейчас просто помешан. У него там в развалинах работают землекопы. Он всегда им отдает часть. В этом смысле он справедлив. Я думаю, что, возможно, он собирается вернуть себе Харбортал. Золото здесь имеет большую власть. Наверное, оно даже сильнее, чем инквизиторы с их проклятым культом. Займемся делом. Займемся делом. Займемся делом. Займемся делом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эй, если ты собираешься в лагерь, может возьмешь с собой сырого мяса? Им там всегда еда пригодится. Отдай ее Рэйчел, поварихе. Я останусь здесь. Посмотрим, смогу ли я найти следующую жертву. Вперед! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...